Вот такие дела. Теперь слушайте внимательно о самом главном методе победы над судьбой, который называется молитва. Человек должен обязательно в доме иметь место, где бы он мог помолиться. Это может быть просто уголок какой-нибудь или часть комнаты. Там может стоять алтарь. Так, алтарь должен содержать просто фотографии ваших святых, святыни какие-то, святую землю, просто то, что связано со святостью. Есть канонические алтари, в каждой вере есть свои каноны. Вы можете узнать, если у вас есть вера. А если у вас нет веры своей, ну возьмите всех святых, поставьте вместе разных традиций. Это будет вашим алтарем, Богу это тоже будет нравиться. Когда человек читает молитву, благоприятно зажигать свечку. Топленое масло также является священным, топленое сливочное масло, потому что оно обладает очень чистым огнем. Если вы берете просто ватный фитилек и ставите чашечку с топленым маслом и фитилек зажигаете, то это хорошо для молитвы. Огонь топленого масла тоже очень благоприятный. Ну как бы вот то, что делают пчелы, вот этот воск, и из воска делаются свечи, это тоже считается священным. Они тоже как бы пчелы в благости находят, насекомые в благости. Они, ну как бы, у них правильное сознание. Они всегда думают о любви постоянно. Они ищут нектар и пыльцу. Это энергия любви растений. Поэтому у пчел сознание очень благостное, позитивное. Поэтому все их, ну как бы продукты, их жизнедеятельность, они все лечебные. Там молочко, там пыльца, вот это вот пыльца, вот это вот желтенькие там всякие, да, такие вот шарики, да, продают. Ее надо добавлять в суп. Хоть она сладкий вкус имеет, но это считается острая специя. Ее надо добавлять в суп, она разжигает пищеварение. Можно несколько песчинок, каждый раз суп кушаешь, добавлять и есть суп вместе с ней. Итак, когда человек молится, он должен не двигаться. Молиться можно и шепотом, и громко, но люди чаще всего громко не могут, потому что это будет мешать или соседям, или родственникам спать. Вот. Чаще всего люди молятся шепотом, но лучше молиться вслух. Но если вы молитесь в уме, то эта молитва не побеждает судьбу. Потому что в уме находятся мысли, а мысли — это судьба. И ваши мысли всегда будут сильнее вашей молитвой. Потому что в уме могут молиться только очень сильные и святые люди. А остальные люди все должны молиться звуком. Потому что если вы не повторяете вслух молитву, то разум не включается. И значит, победной судьбой не будет. Если вы сидите в одном положении или стоите, и вы устали, можете поменять положение. Это не меняет силу молитв. Но если вы начали ходить, то вы уже ослабили силу молитвы. То есть ваша сила будет уже намного слабее. И победа над судьбой тоже будет слабее, потому что разум с трудом включается во время движения. Он включается в основном только, когда человек не двигается. Запомнили? Есть несколько способов молиться. Один способ — вы смотрите на алтарь и кланяетесь мысленно. Второй способ — вы полузакрываете глаза и слушаете просто звук молитвы. И то, и другое хорошо. Если вы полузакрываете глаза и слушаете звук молитвы, и в это время вас клонит ко сну, значит, ваше слушание очень слабое. Вам тогда надо смотреть на алтарь. Потому что если человек имеет сильное слушание, как бы он ни сидел с закрытыми глазами, никогда не заснет, а его сознание всегда очень сильное и бодрое в это время. Но если у человека сознание мутнеет, у него нет концентрации, то лучше всего смотреть на алтарь. Если вы кланяетесь во время молитвы, то это не молитва, побеждающая судьбу. Это молитва покаяния, может быть, и так далее. Это как зарядка. То есть ты кланяешься, в это время у тебя идет процесс познания, там и все прочее. Но это не молитва, побеждающая судьбу. Чтобы побеждать судьбу, надо сидеть неподвижно. И кланяться можно мысленно. Но тело должно не двигаться. Есть молитвы, которые дают представление о жизни и о Боге. Например, псалмы. Это не молитва, побеждающая судьбу. И они читаются просто один раз, утром, вечером. Или, допустим, намаз, как вот в песне пелось. Тоже читается утром, вечером. Это призыв к молитве, намаз. Призык к молитве, но не сама молитва. Потому что сама молитва, это когда человек читает короткую молитву. В ней должен прославляться Бог. Вот что в этой молитве короткой? Прославляется Бог или Его имя, или Его деяние, или Богородица. Дальше человек просит только о духовных благах, больше ни о чем, если он что-то просит. А лучше просто прославляет Бога. И эта молитва читается на четках. Она не такая длинная, как псалмы там и так далее. Она читается на четках. И она читается много-много раз подряд. И каждый раз все глубже, глубже, глубже человек пробивает свою судьбу. Молитва, побеждающая судьбу, не значит, что вы читаете много-много разных молитв. Это одна молитва, которую человек повторяет много раз. Судьба пробиваться должна, а не вширь как бы вы действуете. Вы пробиваете судьбу, а не вширь действуете. Теперь те люди, которые хотят реально побеждать судьбу, послушайте мой совет. Возьмите песнопения, молитвы в вашей вере каких-то монахов. Не обязательно, чтобы они были святые, просто те, кто искренне поют. И вам это должно нравиться. И повторяйте молитву вместе с ними, не обязательно ту же самую, но в их настроении. Когда вы повторяете молитву, вы должны сильно слушать не себя сначала, а их. Потому что, чтобы слушать себя, надо, чтобы разум включился. Для этого требуется время. Обычно минут 20. Если вы сильно их слушаете, то сначала вы просто будете к ним прислушиваться, какое-то время синхронизировать с ними свой голос. Не надо повторять с той же скоростью, надо повторять с тем же настроением. И не надо петь молитву, а просто читать. Они поют, а вы читаете. На следующем этапе вы будете слушать их, и у вас появится вдохновение в сердце, и ваш голос станет твердым. У женщин он становится звонче, у мужчин гуще, как гром. Это значит, что разум включается. На третьей стадии вы почувствуете, что сердце открылось. В этот момент открытие сердца, то что это значит? Хорошо стало внутри, что-то тут произошло, настроение появилось, там, ой, как хорошо. Ну, то есть, вот когда вот так, то вы это поймете, что вот так. В это время человек открываются ворота судьбы. Обычно они закрыты. У всех людей сердце обычно закрытое. Но когда человек, разум включается, и постепенно звук молитвы доходит до сердца, у него вот так происходит. У кого вчера вот так произошло, поднимите? Вот у вас включилась работа над собой в этот момент. В это время, когда вот так произошло, можно теперь от своего сердца уже повторять молитву. Вы почувствуете, что реально у вас от сердца пошло. И тогда вы уже, ну, как бы продолжаете слушать тех, кто молится, чтобы сила разума не ослабевала. Но повторяйте молитву от сердца. И кому повторять? Есть несколько вариантов. Первое. Назад отдаете тем, кто молится. Можете с ними устанавливать отношения. Второй вариант. Отдаете алтарю, святыне молитву. И третий вариант. Просто людям желаете всем счастья. Если вы хотите победить свою судьбу, никогда не отдавайте свою молитву своим родственникам и себе, любимому. Потому что, когда человек думает о своих родственниках во время молитвы, он никогда не может победить судьбу, потому что он не пускает туда Бога. О чем мы думаем, так и происходит. Если мы думаем, значит, судьба действует. Если мы думаем о себе или о родственниках, значит, я внутри судьбы нахожусь. Победить ничего невозможно. Если я забыл про свои мысли и про свои проблемы, а думаю о Боге и служу Ему, то в это время Бог начинает думать о нас и помогает нам. И вы это увидите потом, как им становится лучше. Как можно прослеживать? Допустим, после молитвы и перед молитвой можно вспомнить близкого человека. В этой памяти находится вся информация. Если ваша память тревожная, вам плохо о нем вспоминать, значит, там очень все не гладко. Но если вы помолились и вспоминаете о близком человеке, память легче стала. Это значит, что вы побеждаете судьбу. Потом память может легкой, вообще стать и спокойной. Это значит, первый этап побед над судьбой произошел. Но если вы не можете оторваться от своей проблемы во время молитвы, в это время вы не побеждаете судьбу. Победить судьбу можно, когда ты забыл про проблему и думаешь о Боге или о молитве. Поэтому и надо сильно слушать тех, кто молится, чтобы отвлечься от своей памяти, от себе. Вы поверьте мне, это непросто. Но это возможно. В тот момент, когда вы отвлекетесь от себя, у вас сердце возрадуется. И вы почувствуете, как прям реально почувствуете, как Бог начинает действовать внутри вашей судьбы. Он всегда готов действовать. Мы не пускаем его, потому что мы сами о себе думаем. Мы его ни секунду туда не пускаем, внутрь. Боимся потерять контроль над ситуацией. Отдавать алтарю, смотрите, можно кланяться. Можно радоваться святому, это означает отдавать. Радоваться святому. Можно обещание давать. Говорит, я буду стараться, как ты, пожалуйста, я буду там. Это называется служить. Кланяться, радоваться, обещание давать. Любить, просто любить, верить. А что тогда молиться-то? Устраивает и все. А, ничего, конечно. Все же хорошо. Спасибо, Господи. У меня все нормально. У меня от тебя ничего не надо. Но если вы действительно разумный человек, вы поймете, что когда у человека все хорошо и все устраивает, то надо тогда прославлять Бога и забыть про себя. И тогда Бог будет так доволен вами, что у вас никогда плохой судьбы не будет. Вот есть люди здесь, которые много-много людей, которые спрашивают меня о том, как им дальше жить, что делать. Но есть люди, вот вы искусственно сейчас это не делаете, но есть люди, которые просто говорят, Олег Геннадь, спасибо за все. Вот эти люди получают больше, чем те, которые спрашивают. Потому что они забыли про себя, они в этот момент думают о благодарности. Когда человек благодарит просто Бога и хвалит Его, радуется Ему, то в это время он получает тысячу раз больше, чем если он думает о себе. Вы помнили? Но отвлечься от себя очень сложно, поверьте. Особенно, когда плохо, жить тяжело. Человеку оторваться от себя нереально сложно, и поэтому и нужно слушать тех, кто молится вместе. Теперь, когда человек оторвался уже от себя, с этого начинается победа над судьбой. Насколько это сильно действует на судьбу? Вы даже представить себе не можете, насколько это сильно действует на судьбу. Это огромную силу влияния на судьбу имеет. У меня есть друзья, которые используют эту методику, и они рассказывают, как у нас есть одна девушка, у нее в гороскопе практически не было шансов выйти замуж. Просто не было шансов. И она совершала эту молитву, и парень, который тоже ее взял замуж, тоже у нее была плохая судьба семейная. И он тоже молился у нас в команде, тоже совершал молитву. И потом в какой-то момент они почувствовали, что скоро как бы все будет хорошо. Понимаете, у них сердце, легкость появилась как бы, они почувствовали, что уже перестали беспокоиться за свою семейную жизнь. Вот люди подходят ко мне, говорят, Олегина, я туда замуж не могу выйти. Это означает объем работы, беспокойство. Но некоторые девушки не замужем, но не подходят ко мне. Они такие улыбаются и чувствуют, что скоро выйдут замуж. Это означает, что они победили судьбу уже. И вот с этими двумя молодыми людьми то же самое произошло. Но у них была настолько тяжелая судьба, что они даже ни с кем и не знакомились по жизни. У них не было даже вот возможности познакомиться. И Бог так сделал, что к нам приехал один монах, и он посмотрел на них обоих. И тайком как бы позвал одного, другого. Он монах сам, неженатый человек. И он их склеил, познакомил. И воссоздалась отличная семья. Причем ни парень, ни девушка не хотели сразу. Они сопротивлялись. Я там тоже помог немножко. Я его за шкирку буквально затащил в семью. За шкирку. Брать замуж девушку. Это брать, я тебе сказал. Он такой, он не верит. Сейчас у них отличная семья, они счастливы, хорошие отношения. Потому что проблема была им именно познакомиться. А когда они познакомились, то уже все пошло хорошо. Так действует молитва. Она реально побеждает судьбу. То есть у человека прорывается просто судьба. Прорывается с помощью молитв. У нас таких примеров тысячей. Много очень. Потому что так и происходит прорыв судьбы реально. Как судьба прорывается? Сначала человек молится, ему кажется, что ничего не получится. Пока он не отвлечется от своей проблемы, невозможно победить судьбу. Но постепенно слушая тех, кто молится. Допустим, люди говорят, а если они святые, как я побежу судьбу вместе с ними? Знаете, что не имеет значения, святые они или нет. Главное, что люди просто двигаются куда-то. Если ты слушаешь их, ты движешься туда-то. Туда же, понимаете? То есть они движутся к Богу, ты их слушаешь, тоже двигаешься. Неважно, даже пусть грешники молятся. И они движутся к Богу. Ты слушаешь их, молишься с ними, тоже движешься к Богу. Все, процесс пошел. А слушать кого-то легче, чем себя, понимаете? Когда себя слушаешь, ты слушаешь также свои грехи, не только свою молитву. А когда ты слушаешь тех, кто молится, других людей, ты будешь только молитву их слушать, ты их грехи слушать не будешь. Понимаете? И вот в этом заключается колоссальное преимущество, когда люди молятся вместе с кем-то. Они легко отвлекаются от себя. И таким образом быстро начинают идти к победе над судьбой. Причем в Священных Писаниях физически говорится, что в наше время сам Бог хочет, чтобы все вместе молились, совместно. Потому что атмосфера сильно осквернена. И внутри себя, когда человек находится наедине с собой, он очень сильно греховно думает. Но когда человек с кем-то, вот включил хотя бы молитву, уже грехи отодвигаются, и он может побеждать судьбу легче. В тот момент, когда человек начал успокаиваться в сердце и думать о Боге, то есть он кланяется алтарю, он радуется святым людям, он радуется Священному Писанию, можно поклоняться Священному Писанию, можно святым людям, можно святому месту. Ну, во всех верах по-разному. И все это правильно. Можно святому имени, даже имени Бога можно поклоняться написанному. Ну, то есть это все правильно, в каждых верах свое что-то. Но в целом все это правильно. И то, и другое работает. Если человек это делает, то постепенно он приходит к полному спокойствию по поводу какой-то конкретной проблемы. Сначала его сердце наполняется энергией силы или счастья. У него в сердце сначала спокойно становится. А потом эта энергия начинает течь туда, куда надо. Бог всегда знает, какую дырку заткнуть вперед у нас в жизни. И мы тоже это все хорошо знаем. И Бог знает то же самое. У него не другое мнение. И когда сердце наполнилось уже, то потом дальше откупаривается вот эта дырка и начинает туда течение идти. В тот момент, когда течение пошло в нужном направлении, человек тут же начинает получать знание, что с этим делать. То есть знание приходит уже на второй стадии победной судьбой. Не болтайте. Человек получает стопроцентное понимание, как ему побеждать судьбу. Допустим, муж уходит. На второй стадии человек понимает, как себя с ним вести правильно, чтобы он не ушел. Приходит знание. На второй же стадии, когда она продвинутая, то есть вот когда по этому канальчику между мной и тобой начинает идти энергия победоносная, то тогда устанавливаются отношения дальше. Если есть какая-то проблема, ты легко начинаешь воспринимать эту проблему. Если это человек, то тебе легче с ним общаться. Если это начальник, значит, он тебя прощает, ты его прощаешь. Если это ребенок, значит, с ним устанавливается контакт. То есть на второй стадии, это стадия контакта, устанавливаются отношения. На третьей стадии начинает меняться ситуация. Если это больной человек, он начинает вылечиваться. Если это начальник, он меняет отношение к тебе. Если это близкий человек, его тянет тебе назад вернуться и так далее. Так побеждается судьба. Вот чтобы пройти все эти три стадии, обычно нужно не меньше полгода. Потому что обычно тяжелые ситуации медленно продвигаются. То есть это медленный процесс, постепенный. Но, во-первых, сначала кажется невозможно, невозможно. Но потом постепенно кажется, что легкотня. Невозможно превращается в легкотню. Надо просто заставить себя идти этим путем. А заставить себя тяжелее всего. Вот во всем, что я рассказал вам, связанном с молитвой, запомните, самое сложное — это начальник. Поэтому я вам предлагаю такой метод. Заставьте себя молиться каждый день по 5 минут. Заставьте себя каждый день по 5 минут. Не больше, не 10, не 15, не 20. 5 минут, но каждый день. И молитесь так в течение месяца, двух, каждый день по 5. Потом аккуратненько прибавьте еще 5. Но опять каждый день, не меняя. И так, по мере вашей возможности, прибавляйте по 5 минут. Ваша жизнь, даже когда вы 5 минут в день будете молиться, сильно изменится. Это я вам точно говорю. Только по утрам. Вы скажете, у меня нет времени. 5 минут все найдут время в течение дня. А даже 5 минут меняет всю жизнь, потому что вы включаетесь в молитвенную жизнь. Включиться тяжелее всего в контакт с Богом. А потом уже все пойдет как надо. Самое сложное — именно включиться, запомнить. Не то, что у вас времени нет, у вас нет сил включиться. Но если вы привыкли каждый день по 5 минут, то тогда ваша жизнь поменяется 100% лучше. Но если вы скажете себе, а я могу и 20 сразу, вот тогда это будет ошибка. Потому что какой-то день вы 20 не помолитесь, и вы скажете, ой, я не могу, все, значит, все пропало. И все закончится у вас тогда. Время, как вот проснулись, надо встали, когда нужно омыться, умовение сделать. Сначала человек проснулся, он должен почистить зубы, почистить там язык, если кто-то чистит. Язык тоже надо чистить, потому что там копятся токсины, чем-то ложечкой счищать вот это все. Зубы, язык почистили, побрились, там мужчины. И потом дальше под душ. Лучше в туалет сходить до душа тоже. Все вот сделать, потом под душ. Когда вы уже под душем постояли, сразу после этого молитва. А потом все остальное. Еще знайте, что если вы, когда вы готовите пищу, если вы в это время читаете молитвы, то эта пища становится освященной. Если эта пища освященная, ее едят ваши близкие, то они быстрее меняются, чем если вы будете их пилить. В тысячу раз быстрее меняют свою жизнь, чем если вы будете их пилить каждый день. Просто, когда готовите, читайте молитвы, заставьте себя это делать. И думайте о том, что вы готовите не для близкого человека, а для Бога. Потому что Бог сто процентов примет вашу пищу как подношение в этом случае. Не то, что он ее всю съест и близким не останется. Хотя такое тоже бывает, мои хорошие, бывает. Но это бывает не с нами, понимаете. Я вам приведу пример. Где-то 500 лет назад жил один маленький мальчик. Ему было всего 5 лет. Вот. И когда папа пошел на рынок, он сказал мальчику, сегодня ты будешь Богу отдавать пищу. Проследи, чтобы он обязательно осветил ее, покушал. Но мальчик маленький, они дети все буквально все понимают. Понимаете, маленький мальчик поставил на алтарь пищу приготовленную и начал молиться Богу, чтобы он покушал. Но пища при этом никуда не девалась. Мальчик сильно осерчал, начал плакать, молиться. И так длилось пару часов. После этого Бог съел всю пищу. Когда отец пришел домой, он говорит, а где эта пища? А мальчик говорит, а Бог все съел. Как ты просил. И отец подумал, что он сам все съел. И поэтому он пошел второй раз, даже на следующий день. И сказал, сегодня опять сделать то же самое. Я сам спрятался. И мальчик опять так же начал делать. Он начал плакать, как бы молиться. И Бог при этом не ел, потому что отец подглядывал. А Бог, он не хотел, чтобы отец видел. И отец это понял. И он когда чуть-чуть, ну как бы отодвинулся, на пять минут. И потом опять посмотрел, но видел, что уже пустые тарелки. Бог съел все. Когда он ему дал такую возможность. После этого этот отец начал служить этому мальчику, как своему духовному учителю. Понял, что это святой человек. И начал ему поклоняться, как не как к своему сыну относиться, как к гуру, наставнику уже. Это исторический факт. Также у меня есть видео, как, ну как изваяние Господа пьет молоко. Вот прямо из ложечки. У меня даже есть такое видео. Просто женщины индусские берут, как бы, вот это все видео показывают. Они болтают между собой. И вот с любовью поят, как бы, ну как Господу там поклоняются. Если вот сделать статуэтку и думать как о нем, как о Боге, то туда Господь входит, описано в Священное Писание. Ну не все, как бы, принимают этот момент. Думают, что это идол, поклонничество. Но Господь, Он любую форму может принять, какую вы Ему предложите. Ему все равно, как мы будем Ему служить. Ну не важно. Ну то есть важно то, что есть люди, которые реально могут кормить Бога. Но не мы. Поэтому даже просто человек молится, он освящает пищу. И освященная пища колоссальное влияние оказывает на сознание человека. Это тайный способ поменять своего близкого человека. Всегда осветилась. Если вы молитесь над пищей, она всегда осветилась. Всегда. Самое главное, когда вы молитесь над пищей готовить, не пробуйте. Не пробуйте, готовьте на глаз. Если вы молитесь, не пробуйте. Потому что вы попробовали, что Богу там уже делать. Медитация успокаивает ум. Если ты садишься, настраиваешься на музыку какую-то или медитируешь на чистоту, на счастье. Медитация — это деятельность ума. Она успокаивает ум, но судьбу не побеждает. Она очищает то, что уже вышло наружу. Судьба — это то, что сидит внутри. Судьба побеждается только звуком, направленным на Бога. Звук этот лезет прямо в сердце. Глубже, глубже, глубже. Вы себя даже как душу можете увидеть во время молитвы. Так глубоко может зайти молитва. Но когда вы просто медитируете, вы берете поверхность озера ума и очищаете, водоемчик этот очищаете. Чем глубже медитация, тем сильнее вы озеро ума очищаете. Но глубоко в судьбу медитация залезть не может. В судьбу можно залезть только звуком. Запомните это. Только звуком можно туда залезть. Причем, чем громче человек повторяет молитву, тем сильнее воздействие. Есть два типа силы, побеждающей судьбы. Одна сила называется любовь. Это труднодостижимая сила. Она возникает, любовь к Богу, только когда у тебя нет грехов в сердце. Тогда человек по-настоящему начинает любить Бога. Но второй способ ему добраться до Бога — это сила. И сила означает сила звука. Он громко повторяет молитву. Но есть ограничения — это соседи и муж. Имейте в виду, что когда вы начнете молиться дома, так как вы менять будете атмосферу, любые изменения в состоянии разума всегда воспринимаются с огромным опасением у близких родственников. Даже если человек находится в вашей традиции, он просто живет без молитвы, а вы начали молиться, ему будет страшно, он будет вас отговаривать. Вас начнут отговаривать родственники, и даже дети лезут на родителей и не дают им молиться, если люди начинают молиться. Даже дети не дают. И кошки, и собаки тоже. Никто не дает молиться, потому что вы меняете пространство всей жизни, всей семьи в это время, и поэтому все сопротивляются как могут. Но потом люди привыкают, успокаиваются, и можно дальше. Первый этап очень тяжелый, потому что все в штыки. Поднимите руку, у кого уже началось. Это пройдет. Это пройдет, потому что проходит всегда. Я когда начал заниматься духовной практикой, у меня мама подумала, что я с ума сошел. И она сходила к одному психиатрше, и та проспросила меня, и решила, что точно я сошел с ума. Она поставила мне диагноз шизофрения. А я поступал в медицинский институт в это время. Было 17 лет. Вот. И я маме говорю, зачем туда пошла? Она говорит, я хотела как лучше. Но я правда вел себя очень странно. Я открывал себе третий глаз и полгода не разговаривал. Ну представьте, ребенок не разговаривает вообще. Я концентрировался вот сюда. Я прочитал в священных писаниях ведических, что если человек концентрируется вот сюда, не разговаривает, постоянно об этой точке думает, у него открывается третий глаз. Способен видеть характеры людей, их болезни и так далее. Что я и сделаю. Я просто ни днем, ни ночью не отвлекался от этой точки. Ну и соответственно не разговаривал. И мама смотрит у меня такой взгляд, как я не разговариваю, но подумал, наверное, на шизофрении. Ой, извините. Ну и в общем поставили мне этот диагноз. А мне надо поступать в мединститут, а с этим диагнозом в мединститут не берут. В результате мы нашли другого психиатра. Это был главный психотерапевт города Тольятти. Мы поехали к нему на прием. Я ему все рассказал. Ему так понравилось. Он говорит, классно, супер. Мне тоже, я тоже так буду делать. И говорит, езжай к моему другу в Самару, там главврачу вот этого диспансера, где там домик незнакомого архитектора и все там сидят. Вот. Я туда поехал, он со мной поговорил. Ему тоже очень понравилось. Он снял диагноз колледжа. Я поступил в мединститут. Такая история. Так что, а сейчас мама сама уже молитву повторяет. Все нормально. И она встретила лет 10 назад эту женщину, в очереди стояли, и так узнала маму, говорит, ну как твой психбольной? А мама говорит, ну как бы, а он здоров. Потом посмотрел на нее, иногда говорит, здоровый человек кажется больным, а больной здоровым. Намекнула ей. Какие у вас вопросы по молитве? Да? Да, вот, побеждающую судьбу. Ее на четках читают христиане. Уже много веков. Да? Лучше в вашей вере. Ну вот, повторяйте эту молитву, значит, отче нас. Нужно. Нужно петь. А? Нельзя петь. Почему? Когда человек читает молитву, то включается разум. Когда он поет, включается ум. Пение сильно включает эмоции. Эмоции связаны с умом. Когда человек побеждает судьбу, у него включается очень глубокая часть звука. «Я желаю всем счастья, Господи!» Ну, то есть, глубокая часть звука. А когда он поет, ля-ля-ля-ля-ля-ля, включаются эмоции, поверхностная часть сознания. И это связано с желанием наслаждаться. «Вместе весело шагать по простому». Ну, то есть, это тоже хорошо, но это настроение просто дает. А глубину победы над судьбой не дает. Потому что разум, он серьезный очень. Понимаете? Но иногда люди поют, и как бы серьезно очень. Это высокий уровень. Лучше сначала просто читать молитву, а потом, когда станешь развитым, можно и петь начать. Надо просто знать, как правильно. Ваш вопрос? Четкий, да. Четкий в руке, да. Я вам расскажу еще сейчас о позиции пальцев во время молитвы. Вот этот палец означает «я» большой. Вот этот палец означает намерение. Указательно это намерение. И вот самое первое, это называется мудрый комбинацией пальцев. На санскрит называется мудрый. Мудрость, наверное, от этого и слова пошла. Это санскритское слово «мудрый». Вот. И самая первая мудрость, которую мы узнали, это когда «я» прячет свои намерения. Это описано мудро, что это означает хитрость. Мудрость. Вот. У меня есть один знакомый, он говорит, «А я мудрый знаю». Он говорит, «Я когда к начальнику прихожу, я, говорит, свою руку в карман и фигу показываю. Мне так спокойно всегда. Чего бы он ни говорил, я нормально. Мудру фиги делает, и как бы все. Мудрение спрятал, и все, ну, спокойно. То есть в комбинациях пальцев находится сила, потому что пальцы связаны с разумом и с умом человека, они связаны с судьбой пальцев. Итак, первое мудрость. Я соединяю себя со своими намерениями. Второй палец означает способность действовать. Сила человека психическая. Средний палец. Я увеличиваю свою психическую силу. Третий палец. Означает чувство собственного достоинства. И вот парень сидел, молодой, я ему говорю, вам надо сильнее чувство собственного достоинства сделать свое, чтобы стать достойным, сильной личностью, безымянной. Соединяюсь я, все как бы увеличивается, моя сила внутренняя. Я становлюсь достойным, сильным человеком. Замуж, чтобы выйти, жениться, нужно стать сильным. Третий палец. Моя способность влиять на окружающих. Общение, отношения и так далее. Бизиницы. Допустим, я не могу с мужем отношения наладить, тогда я вот так читаю. Но если, соответственно, вы берете и так делаете, тогда будет двойной эффект. Если так, то еще больше. Но тогда все разлетается. тогда больше на все стороны, но тогда меньше в одном направлении. Чаще всего, когда молится, просто я и намерение, то есть увеличивают силу воли. Вот так и увеличивается концентрация внимания и силу воли. Если слабость не можешь читать, у тебя сил нет, тогда вот так. А если нет силы воли и сил одновременно, тогда вот так. Что? Чувство собственного достоинства? Это вы говорите, я не понимаю. Вот я не понимаю. То есть вы сказали, чувство собственного достоинства не понимает чувство собственного достоинства. То есть чувство собственного достоинства это и есть я. Я. Вы сказали, я не понимаю, что такое я. И когда человек говорит я, это значит слабое чувство собственного достоинства. Он говорит я, это значит, что оно неправильно работает, оно гордое. Когда человек говорит я, я все смогу. То есть это значит сильное чувство собственного достоинства, правильно работает. А, ну то есть когда вы считаете, нет все сможешь не гордо когда ты считаешь когда ты хочешь когда ты служишь другим людям и сильная позиция тогда правильно человек когда ты на себя направился тогда это ложное чувство вам надо было на первую лекцию прийти там я это объяснял подробно пожалуйста не делайте этого не настраивайтесь на своих родственников потому что если вы будете это делать вы никогда не победите судьбу бог знает понимаете он все знает про ваших родственников вот допустим вы маленький ребенок подбегает к отцу и говорит папа я хочу кушать игры все я понял и вам готовить кушать теперь вы каждую секунду подбегайте папа я хочу кушать папа я хочу кушать папа я хочу постум谢 задолбал меня я же уже готовлю если вы сказали себе я хочу помочь своему родственнику все бог уже все знает он до этого знал чтобы знали теперь вы просто о нем думайте а боги они своего родственника для чего вам его ставить рядом с собой, чтобы Бог не забыл, да? У него нормальная память, понимаете? Лучше, чем у нас. Он все помнит. Он вас помнит и в прошлых, и в позапрошлых жизни. Все помнит, понимаете? Ничего не забыл. А вы все забыли уже. А? О чем? О мужа не надо, надо о Боге думать. А Бог будет думать о муже. Так я вам сто раз уже об этом сказал, вы меня не слышите. Потому что хочется думать наоборот. Это называется вера в Бога. Вы думаете о Боге, Бог думает о муже, понимаете? Это называется вера в Бога. А если мальчик не доверяет, он говорит, ну папа, ну ты приготовишь? Он говорит, ты что, мне не веришь? Он говорит, я тебе верю, уверую, верую. Ну быстрее приготовь. Ха-ха-ха. Отдаю плоды молитвы, можно вообще никому не отдавать. Бог знает, вы и так их отдаёте. Вы говорите, я хочу помочь мужу. Всё, уже отдаёте плоды молитвы. Всё. Понимаете, опять не доверие Богу какое-то. Понимаете, вы говорите... Ничего не надо, и так он всё знает. Вы, допустим, хотите помочь мужу, сели молиться, надо думать о Боге. Вы, ну чтобы, чтобы точно, как бы, он не подвёл. Я отдаю мужу плоды молитвы. Понял, да? Понял? Ну равно, чтобы вы совсем всё поняли, я сейчас вам тогда, как бы, ну покажу кое-что. Совсем, чтобы вы уже точно всё поняли. Вот, покажу вам, как, как не надо делать. Сменяюсь. Вот, видите, суслик стоит. И сверху наспись. Господи, дай мне толстый кальшелёк и тонкую талию. Прошу, не перепутай. Вот так делать не надо. Понятно? Бога не надо ничего просить. Сейчас хорошо объясню. Вот, смотрите, в ведах описаны так называемые шанти-мантры. Что такое шанти-мантры? В древней культуре тоже были разные веры у людей, точно так же, как у нас. Но люди, они пытались объединяться, и они собирались большими-большими залами, и они повторяли шанти-мантры. Шанти-мантры переводится мир. Слово шанти-мантры переводится мир. И оно делали для мира друг с другом, на земле во всей. И они повторяли такие молитвы. Они разговаривали себе на санскрите, но имели разные веры. Поэтому молитва тоже на санскрите. Они повторяли. Сорвея баванту сукина га. Переводится. Я желаю всем счастья. Сорвея шанту нера моя. Я желаю мира на этой земле. Сорвея бадрани пашянту. Пускай удача будет у всех живых существ. На каши дух кабагба веет. Пусть никто не страдает. Теперь у меня вопрос. Какой вере принадлежит молитва? Ко всем верам. Поэтому, когда повторяем, я желаю всем счастья, это тоже молитва, направленная на благо всех живых существ. Но она не имеет конфессиональную какую-то природу. То есть это просто настрой. Я называю это настроем. Но этот настрой побеждает судьбу. Это факт. Мы уже видели много-много примеров. Он настраивает на бескорыстие. И значит, что Бог входит в сердце в это время. Но, понимаете, есть разные молитвы. Послушайте. Вот настрой и просто я желаю всем счастья. Это самая слабая молитва. Сильнее, когда ты что-то просишь у Бога. Конкретно к Богу обращайся и что-то у Него просишь. Господи, дай мне, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. Смотри, не перепутай. Это сильнее, чем просто я желаю всем счастья. Теперь дальше. Когда ты просишь у Бога духовного знания, а не материальных себе благ, это еще сильнее молитва. И она также дает еще и материальные блага параллельно. Вместе с духовным. Сама. Потому что Бог знает, что нам надо. Он дает параллельно это. Но если ты у Бога ничего не просишь, а просто прославляешь Его, говоришь, Богородица, Дева, радуйся. И забыл про себя в это время. То это еще сильнее молитва. Запомнили? Молитвы бывают разной силы. А прямое обращение к Богу является сильнее. А если ты обращаешься к Нему, прославляя Его, или радуя Его, тогда это еще сильнее. Например, ребенок подбегает к папе и говорит, папа, я желаю тебе счастья. Он говорит, спасибо тебе, сынок. И думает, надо накормить, наверное, голодный. Теперь дальше второй вариант. Ребенка подбегает и говорит, папа, я хочу кушать. И улыбается ему с радостью. Папа, я хочу кушать. Замечательно. Я тебя накормлю. Следующий вариант. Он прибегает и говорит, папа, научи меня жить хорошей жизнью. Правильно. Он думает, блин, надо точно накормить. Хороший человек. И когда он прибегает к нему и говорит, папа, я тебя люблю. Это самое сильное. Говорит, ну, спасибо, сынок, я тебя тоже. И в этот момент у него в сердце появляется знание, что ребенок кто-таки голодный, надо его накормить. Подарочки дает, да. Спасибо, хороший вопрос. Еще какие вопросы по молитве? А? А так шепотом молитвы? Шепотом тоже хорошо. Но сила от этого молитвы страдает, теряется. Шепотом лучше, чем про себя. Можно молиться так, чтобы вообще никто не услышал. Но ты должен слышать сам себя, иначе... Это уже не молитва. Ваш вопрос? В наушниках слушать можно. Смотрите, когда в левом ухе слушаешь, то ты получаешь связь с любовью Бога. Если ты сильный, уже развитый, можешь в левом ухе слушать. А если ты в правом ухе слушаешь молитву, ты получаешь силу победы над судьбой. Правое ухо дает силу, а лево — любовь. А если в обоих, то ты тогда себя не будешь слышать уже. Надо только в одном слушать. В одним ты себя слушаешь, а другим слушаешь того, кто молится с тобой вместе. Да? Четкий держишь правой рукой, а левой — мудрый делаешь. Можно так делать, да? Как? Всю молитву о правой держишь четкий, а левой — мудрый. А как четкий перебирать в каждой вере по-своему? Кто-то в эту сторону перебирает, а кто-то в эту. Надо узнать в своей вере, как у вас перебирает. Кто-то на этом пальце перебирает, а кто-то на этом. Тоже надо узнать. Делать так, как у вас в вере, ничего не менять. Ваш вопрос сзади, девушка. Это очень сильное воздействие. Это умножается многократно. И поэтому у меня были колоссальные случаи. Просто когда на фестивале «Благость» один раз, в этом году, вот последний раз, мы целый час повторяли громко «Я желаю всем счастья». У одного мужика, ну такой серьезный бизнесмен, начальник, у него, его должны были в тюрьму посадить. И через два часа после того, как мы повторяли, ему тюрьму отменили. Мы позвонили, сказали, все, тебя сажать не будем. Но он еще поменял свое представление. Он раскаялся, он как поменялся, он перестал думать, что он так будет делать. И все, у него поменялась ситуация полностью. Это благодаря молитве произошло. Много интересных случаев у меня есть. Один раз мы учились, просто у нас целый семинар был посвящен обучению молитве. Это было в Питере. И один мужчина пришел вообще первый раз на лекцию. Он посидел, послушал, говорит, ну я хочу попробовать. И мы выводили людей на сцену. И все громко повторяли «Я желаю всем счастья» и отдавали ему, чтобы ему лучше было, не себе, а ему. Когда другому отдаешь, всегда тебе лучше будет. И все отдавали ему, а он отдавал всему залу. И так несколько человек стояло. И когда он пришел, а у него мама, она лежала, и не говорила, и не ела, и не пила уже, она при смерти была. И уже несколько недель она так лежала. Когда он пришел домой, она села, начала кушать, и у нее румянец пошел по лицу. И он пришел на следующий день, обалдевший, и начал рассказывать об этом, что я работаю, система. Конечно, там же сколько, вот смотрите, у нас там 700 человек вместе повторяют «Я желаю всем счастья». И еще все клубы «Благость» повторяют одновременно. Представьте, сколько там сил одновременно. Несколько тысяч человек повторяют, конечно, силу дают. Молитву? Даже полураза достаточно. Господи, и достаточно. Для начала. Можно даже вот «Господи, помилуй меня» и достаточно. И все. И уже достаточно. Для начала. Потом один раз уже прочитали, и хорошо. Потом два, потом три. А потом вот я уже сейчас повторяю два часа в день. И сколько там много получается, я уже не считаю. Тоже хорошо. Все зависит от потребности. На ночь лучше почитать что-то о Боге. Можно по псалмы там и так далее. Это молитвы, дающие человеку представление о духовной жизни, вдохновляющие его. Но читать молитву «Побеждающую судьбу» лучше только с утра. Четырех до шести – это супер лучший вариант. Но если в любое время с утра у вас получится, и слава Богу. А молитву можно менять? Очень много. Лучше не менять. Повторять одну, бить в одну точку все время. И выбрать самую сильную молитву, самую лучшую. Не менять долго-долго, много лет. Потому что чем больше вы ее повторяете, тем глубже вы пробиваете судьбу. А если вы поменялись, то все заново надо начинать. Это как жену не надо менять. Жену, страну, веру и молитву менять не надо. Иначе будут проблемы. Я не скажу. Потому что с этим вопросом вы должны обратиться к мудрецу из православной веры. Потому что я, ну как бы, не православной традицией говорить что-то о православии, для меня это вообще кощунство. Потому что я не специалист. Поэтому зайдите в храм православный, спросите у батюшки, которому вы доверяете. И он вам скажет, какая молитва самая сильная. Несомненно. Хорошо? А я считаю, что лучше не выпендриваться. Если ты ни в какой-то вере не находишься, ничего не надо говорить об этой вере вообще. Иначе это просто конкретное просто бахвальство. Бахвальство. Да? Больница мочится? Но поймите, что вы просто думаете о Боге, прославляйте Его. И вы поймите, что вы знаете точно, что это вот для этого человека. Все, Бог тоже знает. У вас есть сомнения какие-то? Он знает все, знает. Вы же понимаете, что я знаю. Ну все, тогда не бойтесь. Просто думайте о нем, отвлекитесь от больного. Одна женщина вот буквально в Новосибирске недавно подошла ко мне с глазами, с полным слез. Говорит, Олег Геннадьевич, три года молюсь за сына. Никакого сдвига. Почему вы нас обманываете? Что молитва так сильно помогает. Я сразу ей задал вопрос. Говорю, вы когда молитесь, думаете о Боге или о сыне? Она говорит, я думаю о сыне. И это значит, что Бог туда не заходит. Все, точка. Продолжение следует...